Продолжение следует... В школе тоже отмечают этот праздник особенным образом. Устраивают настоящий карнавал. На карнавал принято одеваться празднично. А также одним из главных атрибутов новогоднего карнавала считается маска. Знаете ли вы, где взять маску для своего школьного праздника? В культуре разных народов маска известна с незапамятных времен. Сначала маску использовали для разнообразных обрядов. Она так и называлась – обрядовая. При подготовке к охоте или перед началом военных действий древний человек надевал на себя маску и разыгрывал разнообразные действия для привлечения удачи. Маска чаще всего – это повязка на лицо с вырезами для глаз, которые надевают с целью его скрыть. Маска бывает с изображением человеческого лица, звериной морды, с образом духа и многое другое. Надевали такие на лицо в народных играх и обрядах. Самая известная маска Японии называется ханя. Используется она в японском театре, а также в ритуальных танцах. Представляет собой страшный оскал ревнивой женщины, демона или змеи при прямом ее положении. Однако, если маску немного наклонить, то из-за скошенных бровей создается видимость безутешно рыдающего лица. Маска обладает двумя острыми бычьими рожками, металлическими глазами и полураскрытым ртом от уха до уха. Театральные маски, впервые, как считается, появившиеся в античности и у древних греков и римлян, служившие для актеров наиболее удобным образом передавать характер ролей. Маски могли изображать как человеческие лица, так голову животных, фантастических или мифологических существ. Древнегреческие маски имели две цели. Во-первых, они придавали определенную физиономию каждой роли. У масок уста были приоткрыты, глазные впадины резко углублялись, все наиболее характерные черты нужного типа подчеркивались, а краски налагались ярко. Вторая цель театральных масок в том, что они усиливали звук голоса, а это было чрезвычайно важно при представлениях на огромных амфитеатрах под открытым небом. Венецианская маска сейчас считается традиционным символом главного европейского карнавала. Венецианские маски ранее использовались и в повседневной жизни с целью скрыть лицо. Это служило самым разнообразным целям – от романтических свиданий до совершения преступлений. В дальнейшем это привело к запрету ношения масок вне карнавала. Венецианцы подарили миру не только свои оригинальные маски, но и карнавал в целом. Карнавал – это народный праздник под открытым небом, сопровождающийся танцами, маскарадами и всевозможными играми. Для создания реалистичного образа маски придают черты, схожие с человеческим лицом. Очень важно положение линий рта и бровей. Они оказывают самое главное влияние на выражение лица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова